Доброе утро! Спасибо большое за приглашение. Мне досталась, ну, и сложная задача, конечно, много рассказали в пользу уже, да, перечисленных агентов. Ну и простая задача. Вам же все рассказали. Я просто сейчас попытаюсь сказать, ну, какие-то общие, может быть, может быть, может быть, как-то я повлияю на ваше мнение, не знаю. Но я буду отстаивать мнение. Оно случайно, в общем-то, соотносится и с моим мнением, поэтому мне это приятно и удобно. Ну, смотрите. Прекрасно, спасибо, Светлана Анатольевна, нам показала действительно очень наглядный, очень комфортный, корректный для понимания, визуально-аналоговый такой график. Безодювантная терапия, с интерфероном, с эпилемумабом. Эти аспекты вы уже знаете, да. Интерферон, спасибо, мы, конечно, его оставим, мы прекрасно понимаем нашу реальность. И эпилемумаб, спасибо ему огромное, он сделал потрясающий вклад в то, что мы вообще, ну не мы, но и мы за теми людьми, которые все это начали, пошли в сторону чекпоинт-ингибиторов, потому что они не сразу впечатляли тех, кто за ними наблюдал. И вот, у нас действительно сейчас между собой соревнуются три опции. Неволумаб, пембролизумаб, не зарегистрирован пока в России, но он нагонит, наверное, это, и доброфенип с траметинибом. В результате, если мы имеем почти равные данные, как нам, если мы видим пациента с брав положительной, допустим, да, ну допустим, меланома, ну пусть будет 3B, да, что мы можем ему предложить? Возможно, делая свой выбор в пользу того или иного агента, нужно понимать, что эти агенты не абсолютно идентично исследовались. Были разные стадии, на данный момент есть разные сроки наблюдения за этими агентами. Итак, посмотрим, например, неволумаб. Неволумаб вообще амбициозно замахнулся, он сравнивал себя не с плацебо, он сравнивал себя с доказанно эффективным эпилемумабом, и он его обошел. Если мы посмотрим пембролизумаб, сравнивали себя с плацебо, но они тоже поставили достаточно красивую задачу, потому что, да, пусть это будет не скоро, но когда-нибудь, возможно, они ответят на вопрос, нужно ли нам лечить адювантом, если мы можем прекрасно лечить четвертую стадию. Почему? Потому что в дизайне протокола предусмотрено, что пациенты, которые были на плацебо, но запрогрессировали, они могут получить пембролизумаб далее. И, возможно, когда-нибудь, когда оценят общую выживаемость, это будет ответом на этот вопрос, который сейчас в панели экспертов очень тоже обсуждается. Безрецидивную выживаемость пембролизумаб тоже не надо уже вам рассказывать. Да, он действительно показал свою эффективность достоверную. Неволумаб, как я говорила, он не только расхождение кривых показал, но, да, обратите внимание, он разошелся не с плацебо, он разошелся с эпилемумабом. Поэтому, возможно, да, когда вы смотрите просто графики, это выглядит несколько иначе. Но вот это доказано эффективный препарат. Если же мы посмотрим, кому мы можем назначить лечение или нет, потому что один из дискутантов является, это доброфенип с рометинибом, для которого мы определяем мутацию. Возможно, возможно, мы не всем можем назначить неволумаб. Вы знаете, нет, можем всем. Да, это прекрасное известие, потому что чем универсальнее препарат? Мы знаем, что если мы возьмем, например, многие регионы, какие-то, они имеют препарат, но, как ни странно, имея препарат, у них есть сложности с определением брав мутации. Вот выход. Такой же выход, пембролизумаб, да, единственное, что не зарегистрирован на данный момент на территории Российской Федерации. Если мы посмотрим, возможно, возможно, все-таки не всем, да, помогает антипедиадин терапия. Возможно, нужно определять экспрессию антипедиадин, педель. Возможно. И вы знаете, да, есть некоторые различия в данных. Но, как показано, даже при низкой педель-экспрессии мы имеем достоверные лучшие данные по сравнению в данной ситуации, опять же, с эпилемумабом. Такие же данные показывает и пембролизумаб. В результате, к чему мы дальше идем? Токсичность. Это очень-очень важно. Посмотрите. Нивулумаб. Третья-четвертая степень токсичности. Ну, какие скромные, такие мягкие, комфортные цифры. Особенно, если мы посмотрим на соседних стосбикс и племумабом. Прекрасный препарат. Ну, конечно, справедливости ради нужно сказать. Да, он токсичный. И, возможно, да, все те осложнения, которые перечисляются, особенно те, которые мы знаем исторически, мы сейчас их умеем, да, с ними справляться. А тогда мы не знали. Тогда это был шок, ужас. И причем не только для исследователя. Даже для центральной команды. Потому что наш центр также принимал участие. Я прекрасно помню, что это было 10 лет назад. Пембролизумаб тоже имеет мягкий, комфортный спектр токсичности. Возможно, да, немножко все-таки он чуть более токсичным себя показывает в одеванте, чем невулумаб. Таким образом, на данный момент, с ноября 2018 года, если мы посмотрим наши, российские, я не показываю сейчас Америку или Европу. Нет, нет, это наша Россия. Результатом, что мы имеем? Конечно, прибрав положительной меланоме, мы имеем брафин-мегингибиторы. Да. Но даже прибрав отрицательной, мы имеем и при положительной, и при отрицательной антипедиадин-терапию. Прекрасно. Очень важный момент. То, чего не было, не знаю, будет ли, да, но на данный момент единственный препарат, который показывает эффективность при полном цветоредукции по поводу четвертой стадии меланомы, это невулумаб. Только это исследование, очень тоже амбициозно, решило включить и эту группу пациентов. И вы знаете, эта группа есть. И эти пациенты приходят и говорят, вы знаете, ну у меня же, я же вроде вылечился. Интерферон точно не помогает, мы знаем. Другие исследования эту группу не взяли, но мы знаем, хотя бы один агент сейчас помогает. В результате даже наши российские рекомендации, это не оффлейбл, это реальность, которая, да, она сложна, но мы же стремимся, мы же смотрим, мы же думаем. Соответственно, пусть это будет небольшая группа пациентов, пусть, возможно. Пусть мы будем выбирать кого-то, поначалу мы не дадим всем подряд, но даже когда мы выбираем, посмотрите, это то, чем мы можем помочь. В результате, если мы попытаемся провести, ну, некорректное, непрямое сравнение, но все-таки как-то же нам это нужно делать. Прекрасный обзор, мне он очень нравится, с множеством разных цифр, но если внимательно просматривать по строчке, что мы увидим, да, схожие данные, как я показывала на первых слайдах, по эффективности, хотя, конечно, что-то доложено, что-то нет, где-то больше наблюдения, где-то меньше, но мы 100% видим, отличие неволумаба с пембролизумабом, это в токсичности. Это не убрать. Это очень важно для пациентов, которые пришли к нам на профилактическое лечение. Пациент пришел, он хочет жить, все, он вылечился, он сделал операцию, и он единственно хочет как-то себя застраховать. Но вот не таким же количеством осложнений. Может быть, это в пользу, да, антипедиадин терапии. Ну, чуть немножко, да, мы увидим прерывание частоты на пембролизумабе повыше. Но в целом, само собой, он ниже таргетной терапии. В результате что? Что делать вот доктору? Вот пришел к нему пациент. Возможно, к сожалению, конечно, финансовая токсичность, токсичнее любой токсичности, мы все понимаем. Но если мы, да, преодолев какую-то токсичность, и все-таки мы хотим, да, вот как-то вот все-таки выбрать и подумать об этом. Итак, возьмем весы, да, таргетная терапия, комбинация антипедиадин терапия. Что мы попытаемся сделать? Итак, возможно, это вот я фантазировала, да, что повлияет на ваш выбор? Универсальность. Нужно ли что-то определять? Маркеры, экспрессию ПДЛ. Возможно, для пациента важно прожить год, да, потому что мы знаем, что есть разница в графиках, не будем забывать об этом. Возможно, нужно все-таки, ну, оптимистично на два года сразу смотреть, это максимальные данные, которые доложены. Возможно, это пациент, который прошел в четвертой стадии. Это тоже в пользу выбора. Что мы еще помним? Что риск неудовлетворительного иког-статуса на момент назначения первой линии. Если очень-очень образно попытаться понять, вот смотрите, к вам пришел пациент, да, на данный момент это одевантная терапия, у вас есть таргеты антипедиадин. Если мы думаем, что пациент вернется к вам, да, то в первой линии он может прийти с иког-статусом, да, который не позволит назначить уже антипедиадин, которая, возможно, не успеет подействовать в первой линии. Поэтому, назначив антипедиадин терапию в начале, а таргет, скорее всего, почти всем, с иког-2, ну, может, не 3-4, но 2-то так точно, мы, да, можем назначить таргетную терапию. В результате влияние на общую выживаемость, переносимость, какой вес вкладывает, а, возможно, еще больше вес, да, один важнее параметра, другой менее важный. Что? Что делать? Да, вот мы сидим и думаем. В результате универсальность в пользу антипедиадин, 2 года в пользу антипедиадин, но преимущество все равно, помним, остается, забрав ингибиторами. Да, вот здесь у нас разошлись кривые, но здесь сошлись. В результате общую выживаемость показал только пока таргет, но мы ждем, будут доложены результаты. Эффективность после удаления всех метастатических узлов при 4-й стадии антипедиадин. Антипедиадин. И перевес, мне кажется, где-то начинается, когда мы понимаем, что таргеты мы еще, скорее всего, сможем назначить, а антипедиадин, ну, все-таки уже с меньшей уверенностью. И, само собой, это переносимость. Низкая частота осложнений – это очень важно. Соответственно, множество вариантов. Мы закрыли все стадии вплоть до 4-й. Это прекрасно. Но вот именно в рамках этой конференции, в рамках поставленной цели, я думаю, что неволумапа в последующем, пеймер или зумап, когда будет одобрен, возможно, на мой взгляд, может быть, вы со мной в чем-то согласитесь, будет чуть-чуть выигрывать перед другими вариантами. Спасибо.